Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хотел бы посвятить ролик фарму травы и ягоды. Собственно возникает вопрос у многих новичков, да даже у тех игроков которые 50-60 имеют уровень, которые уже даже в подземку ходили. Ну и собственно вот хотел бы я рассказать как легко и просто фармить хил, траву, ягоды, чтобы сделать броню, ну и накопить много хила для подземки и для дальнейших событий, ивентов, схронов и так далее. Собственно с собой необходимо взять хотя бы два оружия. Можно взять дубинку самая экономная, ну и шипастой палец для более таких серьезных соперников как лютоволков, волков, медведей, проклятых и желательно с собой взять вот стак ягод астралиста, рвотных ягод. Также вы можете с собой взять волка, чтобы прокачивать. В этот раз я с собой не взял никого, потому что все у меня уже использованы были, тем более осталось у меня три волка, двоих я скрестил. Собственно сейчас у меня растет какой-то волк. В тряпичном сете я с собой взял, в смысле с собой взял тряпичный сет и вот эти вот сапоги быстрые, желательно тоже взять. Собственно подготовка достаточно легкая для новичка будет. Единственное сапоги быстрые не все могут себе позволить, можно тряпичные взять. Далее что делаем? Мы отправляемся на локации вот эти черепковые, один, два, три черепа, можно по крову бегать, один, три, два, два, три, три, один, один, три, три, два и так далее. Главное ходить именно вот в эти локации, где много дерева, лесные локации. В каменистых локациях очень мало травы и ягод. Ну что же, давайте с вами проверим, как это все происходит. Когда я появляюсь на локации, я бегаю, собираю травку спокойненько, никого не трогаю, ни на кого не нападаю, просто оббегаю край карты, вот так иногда к середине подхожу, где никого рядом нет, чтобы никто на меня не нападал, никто меня не видит. Иногда приходится конечно воевать с кем-то, если они сами прибегают или случайно загорел. А так, по краю карты бегаем, собираем, забиваем на остальных. И вот смотрите, уже начинается фарм такой нормальный, полноценный. Конечно, лучше будет еще с коробом бегать здесь, фармить. Кстати, для тех, кто не знает, зачем я взял с собой вот такие сапоги. Для того, чтобы скорость бега была быстрее, сэкономить скорость, сэкономить время. Видите, как я быстро оббежал уже. Ну, конечно, локация один череп, вот, к сожалению, за мной побежали кто-то. Но если вы не хотите сражаться с кем-то, то вы просто выходите в глобал, а потом возвращаетесь в локацию. Я так и делаю. Прямо сейчас вы можете это увидеть. Так, я понял, волк за мной побежал. Ну, придется тогда его убить. Мясо можно забрать. В принципе, если вы нуждаетесь. И идите дальше бежать. Спокойненько. В принципе, все. По всей вероятности, здесь больше ничего интересного я не найду. Вот. Далее, отправляемся на локацию три черепа. Вот там уже поинтереснее. Там уже побольше ягод. Сколько всего мы зафармили на дом черепа? Ну, мало, конечно. Это, конечно, мало. Желательно, конечно, с кожаным мешком приходить. С тряпичным мало чего унесешь. Так, три черепа. Желательно сразу отправиться. Прямо вот сразу. Потому что через две минуты, возможно, придет рыцарь. А это уже плохая новость. Бегать от рыцаря, это уже более такая напряженная ситуация возникает. И чтобы было все комфортно. Так, проклятый. Я убегаю и экономлю таким образом. То есть, кого я случайно заагрил, то можно убегать. Если хотите, конечно, получить эльвировку от них какую-нибудь, то, пожалуйста, убивайте. Ну, здесь, конечно, уже побольше ресурсов. Так, убегаем, убегаем. Два лютоволка за мной побежало. Я меняю сапоги всегда. Потому что... Вот такие сапоги мне жалко тратить. Беру палец. Там, по-моему, кто-то на меня уже набросился. Если волк, ну, литоволк, то не беда. Шипастая палец выручит. Да. Собственно, так и оказалось. Все. Разбираем. Хилю с ягодами, быстренько сташливаюсь. Блюем быстренько и все. Вот такой эконом. Переодеваюсь и бегу дальше. Скиллы у меня вот такие стоят. Ягоды плюс 2. Том 2, точнее. 18% шанс дополнительного. Так. Опять бежит ко мне. Довольно-таки быстро я его, конечно, поубивал. Так. Пока плюс 3 ягода астралиста. Плюс 3 ягода. Иногда плюс 4 дают. Главное прокачивать способности в этом плане. Травка, ягоды и травка снова. Все достаточно предельно просто. Таким образом, я и оббежал всю локацию. Ну, почти всю. Старайтесь быть внимательными. Потому что мало ли кто к вам прибежит. Так. Кто здесь стоит? А, здесь бомж. Это не страшно. А вот и рыцарь. Ну, только уже поздно. Я ухожу. Давайте с вами посмотрим, сравним. Так. Локация 2 черепа. Следующая. Ну, вот. Уже побольше. Вот. Чуть больше уже стака. Продолжаем. Локация 2 черепа. Следующая. На очереди. Посмотрим, что здесь нас ждет. На 2 черепах тоже бывает очень много травы. Бывает очень много... Так, секунду. Угу. Бывает очень много ягод. Бывает раз вот очень много травы я увидел. Заметили, да? Это прокажён. Это ерунда. Вот плюс 4 ягода астралиста дали. Заметили? Так, я смотрю, кто это состоит. А, нет. Это, к сожалению, этот проклятый. Конечно же, я убегаю от него. Так. Я сейчас нахожусь на локации 2 черепа. Посмотрите повнимательней на медведя, как он танцует. Вот он стоит и танцует. Так, на меня уже кто-то... А, вот собственно, медведь на меня и напал уже. Или на локации 3 черепа, я уже не помню, я нахожусь. В общем, много я уже нафармил ресурсов. В основном травы и ягод, конечно же. Это вот самый простой и лёгкий, да и выгодный, я б сказал, фарм ресурсов. Фарм кила и брони. Так. Если у того приходит, я его быстренько молчу. Так. Вот, видели? Так. Ну, на этого пофиг. Да, это скорее всего 3 черепа. Здесь очень много в этот раз дали. Насыпало прям. Желательно весь кожаный мешок забивать, ну, весь винт так, чтобы унести с собой как можно больше. Если у вас энергия заканчивается или вообще уже нет, вы можете посмотреть либо рекламу, либо просто пойти пешком. Взять и пойти пешком, да, ребят? В наше время пешком это нормально. Так. Вот если бы бот на меня напал, было бы тяжело от него убегать. Ну и в принципе всё, да. Давайте выйдем с вами в голову. Ага, вот. Пропустил. Представляете? Бывает такое. Вот, тоже пропустил. Ну и всё, давайте выйдем с вами, посмотрим, подведём итоги. У меня уже 6 энергии. Я, конечно, могу посмотреть рекламу и пойти снова на 3 черепа. А, это была локация 3 черепа как раз. Отправляю себя домой, нажимаю идти. Мне выпал разбитый караван. На который я бы не смог уже пойти. Не смогу. Не успел бы, наверное. Потому что он всегда появляется именно вот на этом месте. Далеко. И так, с собой я смог утащить 4 стака ягод. Ну, 3 стака, да. Я бы сказал, 3,5 стака ягод рвотных и 4,5 стака травы. Можно, конечно, было ещё вот эти две ячейки заполнить. Но энергии не хватает. Поэтому я отправился домой. Можно было, конечно, отправиться на локацию 2 черепа пешочком. Но меня там ждёт медь. Ну, а на этом ролик подходит к концу. Я думаю, вы поняли, как фармлю я. Если бы у меня была ещё одна ячейка, вот эта пятая, с коробом, да. Я бы ходил ещё... Мне бы ещё хватило палицы и хватило бы дубинки. Вот. Всем до скорых встреч. Пока-пока. orones как кто. ООО. Ду räufка о вид Déков. Всё. Всё. всё.